Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. Нет, нет, 10 дней не прошло. Дело в том, что деньги конечно пришли и деньги хорошие, но сам товар придет через может быть дня два. И поэтому я тут фотографировал часы и заодно вспомнил, что я по-моему вам никогда не показывал, как снимать черные часы на черном фоне. И сегодня как раз тот случай, когда я это фотографировал и я решил вам это показать, но в целях немножко экономии. Я не ставлю камеру на статив, а буду вам сейчас показывать и рассказывать слету, скажем так. Первая новость, да, но это не новость конечно, что мы поставили часики на такую подставку сзади, как вы видите. То есть я опять сделал такой небольшой полудомик для бездомных поросят, использовал шпажки для крепления, а сзади поставил поперек софтбокс. Для чего? Я хочу осветить вот эти края тем самым. То есть вы понимаете. Теперь я вам покажу немножко те новшества, которые я, ух ты, придумал. Я сейчас взял те же самые шпажки, видите, и приклеил их вот на такой кусочек бумаги, отражатель. Им очень хорошо. Вот я все больше и больше начинаю любить свои пенопластовые тела. Они мне помогают работать быстрее даже, чем с предметным столиком. Он у меня так и лежит в подвале, я его не хочу даже поднимать, потому что настолько мне удобно стало с этим пенопластом, что нет необходимости. Итак, давайте мы посмотрим, что произойдет. Сначала я сейчас уберу все и сниму вот часики так, как они есть. Внутри часов, я сейчас покажу. Внутри часов, если вам видно, стоит такая пружина, обмотанная скотчем, чтобы не царапывала. Сейчас я ее вытащу, и мы посмотрим. Это все та же столистая проволока от вешалки, только я ее согнул вот таким способом, и она пружинит и очень хорошо держит сам браслет. Я его сдвигаю на как можно дальше, к другому краю, буду фотографировать с этой стороны, вот так. И он будет находиться вот там. Такое крепление очень быстро ставится, надежно держит, очень удобно. Тут у меня маленький кусочек липкой массы, на которую я сейчас браслеты и поставлю. За счет того, что проволока тонкая, столистая, держится все хорошо, и уже мы видим, что все на черном фоне. Будем пробовать снимать. Итак, делаем первый снимок. Так, ну, пришло время осветить, да? Мы сейчас поставим с вами напротив стрип и пыхнем. Ну, те, кто с нами давно, уже знают, что получится. Получится вот такая бяка, правильно. Кто же фотографирует стекло в лоб? Поэтому самый лучший способ, это вот напротив закрепить такой отражатель и воспользоваться тем, что отраженным светом. Сейчас мы это сделаем. То есть вот я сюда прям воткнул шпажку и получился экран белый напротив как раз часов. И он не мешает камере. Фотографируем. Получаем вот такую фотографию. То есть что произошло? Свет от двух источников теперь оттуда попадает сюда и отсюда отражается. Но вот эта часть мне не совсем нравится. Она тускловато. Поэтому я сейчас возьму вот такую уже и тоже ее поставлю. Видите, я эту же шпажку воткнул, эту загнул уголком и теперь у нас наша боковушка, она же будет хорошо освещаться. Давайте проверим. Все верно, все хорошо. А для того, чтобы у нас еще и низ подсветился, вот тут маленький кусочек положим вот сюда. Так, теперь нам не хватает как бы того самого называемого акцента. Давайте мы его создаем с помощью вот этой вспышки. Сейчас я ее включу. И направим ее сбоку. Ее свет будет сбоку вот здесь. Сейчас посмотрим. Давайте фотографировать. Вот. Но мне не очень нравится этот блик. Он какой-то такой слишком резкий и слишком много света дал горшок. Хотя стоит на единичке. Мы сделаем с вами следующее. Мы сейчас пододвинем вот эту полупрозрачную. Вот можно кальку подвешивать, допустим. Но у меня есть вот такая полупрозрачная. Хлад. Я ее сейчас вот сюда поставлю. То есть отойдем, посмотрим, как это выглядит все. Кто хотел машинки посмотреть, посмотрите. Такие вот у меня красавцы. Американцы. Крейсеры 50-х годов. Так. Ну это мы отвлеклись. Смотрим. То есть у меня теперь спрятан за полупрозрачной. Материал. И он должен нам сделать то, что я в общем-то и хочу сделать. Акцент, но не такой резкий. Вот то, о чем я говорил. Раз уж все равно снимаю окна, да. Хочу вам показать, что мой жив-здоров, Нонтик. Тут у меня, видите, скоро буду сток снимать с ягодками. Вот ягодки скоро будут. И, как всегда, у меня тут мята и бальзамик, или как она там называется. То есть все готово к стоку, но до стока еще далеко будем работать. Итак, мы с вами сфотографировали то, что надо. Я сейчас сделаю стекинг. Вы знаете, что это такое. Это когда по слоям снимаем. И пойдем в фотошоп. Так, вот наши картинки. Так, давайте мы их все выберем. Сначала сделаем, на серый кликнем сделаем черно-белый все. Вернее, не черно-белый, а именно тот цвет, который должен быть. Так, дальше смотрим. Можем немножко контраста добавить. Я думаю, не повредит. Так. Динамика нам здесь не нужна. Кстати, так тоже. Так, ну что ж. Все. Достаточно. Давайте мы теперь ее... Нашу... Пять штук закинем в фотошоп. Пять штук закинем. Так, эти все здесь. Как всегда, автоматизируем с помощью фотомерджа. Создадим одну картинку, панорамку, в которой все выровняются наши. Вот так. Теперь выделяем. Делаем все те же самые движения, как-то по резкости теперь он будет нам собирать. От начала до конца. За кадром. До свидания. До свидания. До свидания. так готовенько теперь собираем все на один вот так control shift и эти принципе можно было все собрать но удалим да и все так теперь мы сразу с вами сделаем квадрат потому что моему клиенту нужен квадрат выясним как это будет выглядеть вот так чтобы они всегда просят чтобы поменьше было поле побольше часов и там я не знаю запонок то есть во всю ивановскую окей хорошо вот так мы теперь скажем что кто-то вырезать вот так все вырезали сделать серую к сереньку так но сначала все черное мы сделаем так мы возьмем сейчас вот это сделаем черную контр-стрелочка назад так а теперь мы можем спокойно здесь вырезать ненужные части так не здесь конечно трудно это и как бы в черном силу и превращать так отражение нам не особо как надо окей ну где то так теперь посмотрим на все хорошо все красиво так тут немножко я взялся за корпус что не надо делать ребят давайте посмотрим что удастся вырезать кликнем здесь так сначала я все-таки вырежу низ потому что он не совсем нет но все равно получился и нам надо его вручную это сделать все хорошо мы все вручную но лень берем сразу под строчку клейку просто допустим залить или вырезать ее так один скажем край и вырезаем раз все так отлично ну и теперь следующий ход это мы делаем здесь тут у нас немножко лишнее да вот он поправим сейчас возьмем быстрый уберем с помощью минуса здесь так хоть и с помощью плюсу назад вернем вот значит такое попалось но сейчас поправим так то же самое пойдем сейчас правда конвертируем и мы сейчас скажем так получить края тут края и так хороши в принципе наложим немножечко контраст и вот так отлично говорим окей и переворачиваем контур шрифт и и врезаем смотрим что у нас дело в том что я не могу снимать вот это к сожалению требует мой заказчик чтобы ничего не снималось он хочет продавать это как новое вплоть до этикетки но этикетку мне удалось отвязать а вот это это защитная синяя пленка ее придется удалить вручную вот так вот так мы ее удалим так хорошо возьмем вот этот инструмент и уберем синий налет здесь не нужен он нам хорошо так отлично теперь посмотрим что у нас здесь дело в том что мой клиент в этот раз попросил ну что ну так хорошо как никогда поэтому нам придется с вами конечно тоже потрудиться возьмем сейчас высветление инструмент срежем вот это уберем мои следы пальчиков это я когда пружинку ставил туда внутрь вот это произошло ну ничего мы знаем как это все поправить еще мы еще скинем в плагин так тут тоже немножко это буду подобрать все что еще может быть так вот теперь затемнение возьмем вот это уберем зачем нам это здесь или даже мы возьмем просто напросто резиночку сотрел вот так не нужно нам это здесь так здесь все в порядке единственное мне не нравится вот это естественно так высветлим видите новые кажется часики совсем новые да но у них всегда есть какие-то агрессии всегда которые не видны вооруженным глазом но как только мы это дело все увеличим то наш покупатель говорит а ведь это ведь он никогда не увидит это не вооруженным глазом но у нас так как мы хотим ему показать побольше чтобы он все рассмотрел у нас это он увидит а там он не будет пользоваться лупой будет с гордостью носить китайские часы и все тоже здесь остальное уже с помощью с помощью вот этого инструмента продублируем сейчас продублировали нет и пойдем фильтр и возьмем топаз нос сделаем тут видите он убирает все почти следы но цена за это он начинает влюрить но с этим можно здесь бороться вот этим двумя рычажками внизу но лучше все-таки делать на отдельно в альтерфоне все чтобы убирать только там где мы этого хотим так вот он получился да видите у нас немножечко заблёрилось поэтому мы сейчас скажем парень давай-ка нам черную маску вот так и с помощью белой кисточки мы будем протирать там где нам это кажется необходимым то есть вот допустим здесь на это можно спокойно делать так делаем и здесь чтобы наш клиент радовался не меняю счет контрового цвета у нас все грани даже на черном все видно видите хорошо так мы так схему придумали насыщаем сюда так здесь тоже можем кое-где мы не везде только кое-где получились чудные такие часики единственное что этот металл несет желтоватый оттенок давайте кому это поправим что я не хочу этого для этого сейчас мы сделаем в черно-белый вот так да черно-белый всегда не очень интересен то есть как бы и вот тут была хорошая мне подсказка я и раньше не пользовался вот сейчас я попробую то есть есть фильтры вот берем фильтр 82 холодный да и уводим это на один процент говорят но один немало 33 процента так он почти не заметен но я вижу вот так так хорошо соединяем ставим белым делаем тоже белым закрашиваем белый вот так и видим что у нас темновато это дело да но это с этим всегда можно справиться так вот вот так еще чуть-чуть вот чуть черного и смотрим на черном ну и все ребята ну единственное что конечно же так 75 процентов вот так 75 вот здесь действие этого фильтра так давайте-ка мы сделаем наверно хотя я не знаю стоит ли это делать отражение мой клиент может запутаться он хочет делать на черном хочет делать на белом давайте мы не будем делать отражение мы это умеем делать да но в этом случае конкретно вот оставим так как есть посмотрим на всю длину но все нормально вот этот кусочек тут совсем маленький тут какой-то страниц удалили ну все а вот тут еще маленько такое теперь можем навести резкость еще где у нас там фильтр вот так 50 полтора ок ну все ребят вот клиент получил то что он хотел на белом на черном смотрится одинаково хорошо вот это мы его и пошли ну дорогие друзья мы с вами сняли и на белом получается и на черном сейчас отошли заказчику я надеюсь что он будет доволен а я точно доволен что посреди своего плотного графика мне удалось выделить время и показать вам что то возможно то что может быть для вас полезным так всего доброго мои дорогие хороших выходных пока 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 пока